В ВМС объяснили, почему россияне не применяли флот во время последних ракетных ударов. В результате действий Сил обороны Украины по противодействию Черноморскому флоту РФ существенно снизились логистические возможности с обеспечением флота страны агрессора ракетным вооружением. При массированных ударах 29 декабря и 2 января надводные и подводные ракетоносители не применялись, об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает РБК Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона «Единые новости». По словам капитана Триранга, по состоянию на сегодняшнее утро в акватории Черного моря ракетоносителей противника вообще не было зафиксировано. Хотя погодные условия для выхода кораблей благоприятны. В этом контексте представитель ВМС уточнил, что 3 января утром находились два корабля в Черном и один в Азовском морях, но не носители ракет, об участии этих единиц в обстрелах, РЭД, в первую очередь они испытывают проблемы с логистическим обеспечением, отметил Плетенчук. Он подчеркнул, что военно-морская база с ракетным вооружением для флота у российских оккупантов находится в Севастополе. И даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носители, нет, сказал Плетенчук. Спикер объяснил, что это может быть основной причиной, которая стала, следствием противодействия со стороны сил обороны и безопасности Черноморскому флоту РФ, в акватории Черного моря, массированные обстрелы Украины 2 января и 29 декабря. Напомним, вчера ночью и утром российские оккупанты повторили масштабный обстрел, как был 29 декабря 2023 года. Сначала захватчики выпустили 35 дронов Камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические «кинжалы». Главнокомандующий в СУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 «кинжалов». Перед тем, 29 декабря, российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме «калибров». Силы ПВО в СУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей. Подробнее о том, как Украина минусует флот РФ и сколько кораблей уже на дне, читайте в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.